О патриотизме говорили женщины-югры. Накануне в окружной столице состоялось второе заседание женского экспертного клуба при губернаторе округа. Он появился по инициативе общественной палаты региона. А в его состав вошли представительницы прекрасного пола из различных муниципалитетов округа. О подробностях встречи расскажет Милана Поварницына. Представительница прекрасного пола разного возраста и профессий, но все они лидеры в своем деле. Татьяна Оставьева жена, мама, бабушка. И при этом она еще и держит на своих хрупких плечах все поисковое движение югры. На счету югорских поисковиков десятки экспедиций, более 7 тысяч найденных бойцов. Но по словам Татьяны Николаевны, с благородной миссией она не справилась бы без поддержки семьи и своих союзников. Действительно союз неких людей, которые решили объединиться и двигаться вот в этом направлении. А направление наше, оно действительно замечательное, одно из самых действенных, наверное, в патриотическом воспитании. Патриотическое воспитание молодежи и роль женщины в нем стала ключевой темой встречи. Это уже второе заседание экспертного клуба при губернаторе округа. Правда, на этот раз женскую компанию разбавил сильный пол. По мнению Эдуарда Логинова, именно влияние мудрых и сильных женщин помогло ему выбрать правильный путь в жизни. В первую очередь, благодаря матери. Не привеяна ко мне человеколюбие, не привеяна ко мне любовь к себе, к семье, к родине. Ну, о каком вообще патриотизме, о защите родины можно говорить? Особой гостьей встречи стала Екатерина Лахова, член Совета Федерации и председатель Союза женщин России. Она считает, что деятельность единственного в стране клуба переоценить сложно. Женщины, которые собрались в этот клуб, они, их проблемы интересуют те, которые существуют. Они в каждом регионе есть. И то, что есть возможность об этих проблемах говорить, о проблемах можно, чтобы их услышал губернатор. Я думаю, это очень важно. Наш экспертный клуб – такое сообщество, которое может стать хорошей площадкой, перспективной площадкой для развития создания и развития женских движений по самым разным направлениям. Так, на встрече возникла идея создать в Югре региональную организацию Союза женщин России и даже Совет отцов. Милана Поварницына, Григорий Апанасюк, телекомпания Югра, Ханты-Мансийск.